Я приглашаю к выступлению Екатерину Исаеву тема образ полянецы Настасии Микуличной в контексте сюжетов европейского эпоса. Добрый день всем присутствующим. Я бы хотела рассказать о теме, которая меня волнует и как любительницу былин, и как девушку. Это образ Настасии Микуличной в славянском фольклоре. Почему же эта особа, собственно, так затронула меня и так выделяется на фоне остальных красавиц? Ну, прежде чем говорить непосредственно о ней, нужно обратиться к такому термину, как полянецы. Они же полянецы, 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 и чтобы совершенно точно было понятно, чего от них ожидать, полянецы удалые. Это героини-былин, которые совершенно не вписываются в древнерусское патриархальное общество с четкими гендерными ролями добытчика и хранительницы очага. Это девы-воительницы, которые слегка отличаются от своих зарубежных соратниц. Тех же валькирии из скандинавской мифологии, амазонок из греческой или воинственных кельтских богинь. Дело в том, что эти дамы либо никогда не выходили замуж. К примеру, амазонки вовсе сепарировались от мужчин на охраняемой территории, раз в год посещая соседний остров только с целью деторождения. Валькирии тоже с викингами старались лишний раз не связываться, становясь их возлюбленными в исключительных случаях. А кельтские богини и средневековые милитрисы, которые принимали статус рыцарей, по легендам, выходя замуж и теряя девственность, теряли вместе с ней и всю свою стереотипную мужскую силу. Русские же полянецы выходили из ситуации куда удачливей. Они выходили замуж и сохранили за собой силу, удали способности. К тому же полянецы нарушают еще и брачные традиции. Замуж их чаще всего никто не отдает. Отец и старейший народа никаких женихов им не пророчат. Они выдвигают свои условия. В основном это условия в каком-то роде порочащие честь богатыря, решившего взять полянецу в жены. Мужчина, пытающийся считаться женихом, должен был победить крабрую девицу в бою. Если побеждал, становился мужем. Если нет, либо уезжал посрамленный, либо вовсе умирал, казненный рукой той самой девицы. Решивший, видимо, что мужчина без воинской славы и жить-то недостоин. Правда, не всегда мифические богатыри шли на честный бой и брали полянец хитростью. Еще бы. Иначе, обладающую такой силой, еще порой и служащую в княжеских дружинах, потому как в былинах периодически упоминается, что в запевах застольных песен в теремах вместе с дружинниками участвовали и некие придворные полянецы, видимо, также находившиеся на службе, ну не одолеть никак. Так, откуда идут корни происхождения этих бесстрашных воительниц, историки до сих пор спорят. Кто-то говорит, что это древний сказочный архетип, и достоверно обнаружить его происхождение почти невозможно. Кто-то считает, что полянецы – это потомки скандинавских девщита, имевших равные права с мужчинами и очучившихся у нас с приходом варягов. Кто-то приписывает бесстрашный богатыр шсарматам, стебным кочевникам, где с равноправием дела обстояли, ну, примерно так же. Главной мыслью остается то, что произошли полянецы архетских лучниц. Но поведем не о них сейчас речь, а о Анастасии Микулешне. Отчество ее кажется знакомым всем, кто ведает о былинах русского народа. И не зря. Она – дочь Микулы Селениновича, олицетворения простого и праведного христианина. Иногда ее называют Настасьюшка Никулюшна. Сестра ее, старшая, не менее известна, потому что каждый из нас, если не читал былина, то видел замечательный советский мультфильм про Василису Никулюшну, тоже своего рода полянецу. Обе дочери Микулы Селениновича получаются демо-воительницы. Но если старшая предстает перед нами уже почтенной замужней женщиной, с булавой на перевес неразъезжающей, то младшего читателя встречают в нескольких необычных обстоятельствах. Появляется Настасьюшка Никулюшна в былине женись Бодобрыни Никитича. Богатырь едет по полю после поединка со Змеем Горынычем и, увидев перед собой человека в полном боевом облачении, решает проверить, остались ли у него силы. Вызывая противника на бой, он в разных вариантах былина либо узнает сразу, что это девица, а сидит богатырь на добром коне, а сидит богатырь в платьях женских. Либо думает, что перед ним такой же мужчина, но в бой в любом случае вступает. Далее идет описание боя, которое смотрится даже в чем-то комично. Все удары Добрыни поленятся не то, что не воспринимает всерьез, а кажется, даже не чувствует. Добрыня бьет ее и в буйную голову, и в спину, но Настасья Никулюшна даже не оборачивается. Тогда Добрыня начинает сомневаться в себе и отъезжает в сторону, даже вслух высказывая свои глубокие для былина переживания. Видно смелостью Добрынюшки по-старому, видно силу у Добрыни не по-прежнему. Но тем не менее, когда богатырь бьет по близрастущему дубу, тот разлетается на мелкие щепки. Значит, силой с наровкой все в порядке. Дело о встрече с богатыря. И Добрыня пытается вызвать какого-то отроду племени. На это Настасья Никулюшна решительно отвечает, что, мол, сначала ты должен победить меня в честном бою, а потом я тебе откроюсь. Попытки Добрыни вновь не оборачиваются успехом, и Настасья Никулюшна принимает неожиданное решение. Она просто-напросто сажает Добрыню в мешок, в других вариантах она вовсе сажает его в карман и укладывает на своего коня. Правда, конь спустя некоторое время начинает жаловаться, мол, тяжело Настасье Никулюшну двух богатырей везти. Тогда Настасья Никулюшна принимает решение поближе посмотреть на пойманного богатыря при определенных условиях. Если стар богатырь, голову срублю, если млад богатырь, в Аполлон возьму, если мне в любовь придет, замуж пойду, не прилюбится, в ладонь складу, другой прижму, сделаю богатыря в овсяный блин. Здесь мы видим два сказочных механизма одновременно. Настасья, с одной стороны, подвластна судьбе, срабатывает механизм предназначения, классический русский принцип выбора, когда молодая девица, встречая мужчину, определяет для него роль отца, дядюшки, брата или мужа чаще всего. Но, с другой стороны, проскальзывает своеобразная феминистическая нотка, поскольку мужа себя Настасья Никулюшна выбирает сама, при этом не спрашивая самого собственного мужа и даже угрожая ему смертью. Но муж, по счастью, оказывается вполне пригож, и Настасья его милует. Более того, она его узнает, оправдывая это тем, что бывала в стольном Киеве и видела известного богатыря вживую. Он же видеть ее никак не мог, так как Настасья, дочь Микулы, человека простого сословия, и поехала она в чисто поле лишь за тем, чтобы поискать себе славы да помериться с силой. Дальше снова следуют угрозы. На этот раз Добрыня может умереть, если не возьмет отважную девицу в жены. Ну, богатырь от такого подарка не отказывается и обещает, что обвенчается с Настасьей при первой возможности. Доканчивается Былина своеобразным хэппи-эндом. Пара женится, матушка Добрыня Афимка Александровна дает свое благословение. На всех богатырей устраивается празднество. Не зовет Добрыня только Алешу Паховича, который за это позже решает увезти у него жену. Но этот факт нас уже не так сильно волнует. Лучше поговорим о том, есть ли кто-то, схожий с Настасьей Микулешной и Добрыней Никитичем, в иных сюжетах европейского эпоса. Но долго искать нам не придется. Можно обратиться к северным соседям, скандинавским легендам, где фигурирует такая дама, как Брюмхильда. Валькирия, осмелившаяся вызвать вне самого Одина и за это наказанная долгим сном на вершине далекой горы, до тех пор, пока ее сужен ее не пробудет. Она с этим суженым тоже сражаться, собирается, правда, в нескольких иных обстоятельствах. Их поединок, в отличие от поединка Добрыни и Настасьи, проходит в спальне, и Зигфрид, отважный воин, не под своим обликом, приходит к Брюмхильде, чтобы сразиться с ней и победить ее. Он оборачивается Гунтером, королем соседней державы, желающим заполучить жены Брюмхильду. Та когда-то клялась, что выйдет замуж лишь за того, кто ее победит, в отличие от Настасьи Микулешной, которая таких условий не ставила. Но по условиям скандинавской мифологии они очень важны. Там валькирия, становясь женщиной, теряла силу, как я и говорила. Соответственно, выбирать себе мужа следовало очень тщательно. Афера удается, и Брюмхильда, будучи свято уверенной, что ее победил Гунтер, выходит за него замуж. Здесь главное отличие скандинавского эпоса от русского. За Брюмхильду в итоге все равно решают мужчины, проворачивая у нее за спиной свои собственные планы и интриги. По сути, победа в дальнейшей ситуации означает покоренность болезненную, сродни насильственной. Победа же Настасьи Микулешной символизирует то, что она самостоятельная и сильная личность, и под венец замужа идет добровольно. К тому же, поединок в русской былинии лишен и следа колдовства, по крайней мере, колдовства черного. Он проходит честно, у обоих есть оружие, силы, как нам видится, поначалу равны. Следовательно, мы можем сделать вывод, что русские поленицы не ведьмы, не представительницы чего-то сверхъестественного. Они равны воинам и богатырям как минимум по способностям. Думаю, вывод из вышесказанного находится легко, если считать бой не прямым описанием, а метафорой. «Сила поленицы, безграничная, распространяющаяся даже на самых сильных и самых традиционно мужественных героев, является олицетворением женской красоты и привлекательности, против которой бесполезно бороться и физической силой, и голой логикой. Не зря так часто богатыри прибегают в хитрости, которая все равно ведет к любви». Такого же мнения придерживался, к примеру, Анинский. Он писал о том, что в фольклоре такие сюжеты всегда завершаются примирительным мотивом, что называется опять-таки хэппи-эндом. Но вот в литературе в дальнейшем все становится куда сложнее. К примеру, в творчестве Тургенева женщины, берущие вверх с помощью красоты, получая абсолютную власть, губят своих любовников. Поленица, а ведь по-другому ее можно назвать просто сильной женщиной, трансформируется в нечто, способное своей силой не создавать, а разрушать. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Екатерина. Ну, такая у нас знаковая феминистическая практически повестка. Наверняка есть вопросы, суждения по теме. Пожалуйста, приглашаю участников. Галина Юрьевна. Ну, я ждала. Развлечит ли тема феминистический мотив или феминистическая нотка? Катя произнесет это? Думаю, нет, все-таки это случилось. И замечательный сюжет. С одной стороны, у графинские сказки, где вообще нет никакого противостояния, а просто констатируется прекрасный факт, что вот как произошли животные, как они живут. А здесь вот такое эксцентричное достаточно противостояние, которое, казалось бы, не вписывается в сказочную поэтику. Так точно. Мы привыкли, что если испытания выпадают на роль будущей супруги, то это испытание чистохозяйственного толка. Да, испечь, сшить, ну, в крайнем случае, рукавом махнуть, создать какой-то гармоничный мир, к чему женщина призвана. А вот здесь совсем другое. Да, овсяный блин из богатыря, прекрасный, можно сказать, здоровый завтрак для девы-воительницы. Ну, или выйти замуж. И что потом? Да, интересно, как потом отношения выстраиваются после таких сюжетов. Ну, здесь только суждение можно высказать и в который раз подивиться вот этим тайнам фольклора, да, что во что переходит и что откуда берет свое начало, да. С одной стороны, действительно, есть вот то, что Катя замечательно рассказала об аналогах, да, в других культурах древних подобного рода, да. А с другой стороны, так поневоле задумаешься, да, в какие действительно дальние и далее исторически уходит вот этот архетип такой девы, да, который наверняка был еще до, вот так сказать, вот этих всех патриархальных каких-то устоев и женщины из патриархального общества. Действительно, в некое, наверное, скифское прошлое, да, то, от чего нам не осталось никаких следов, да, ну, если только посленно, да, через Византию. Да, больше мы ничего не знаем, да, и можно только догадываться. И вот яркий пример того, как фольклор фактически нам единственным источником служит, хотя и овеянным вот таким вот мифологическим флером, но симптоматично, что Катя в финале обратилась, и вообще-то именно Тургенева прозвучало невзначай, да, и тоже продолжая то, о чем Людмила Александровна говорила. Тогда к вопросу о странных сближениях, а на самом деле совсем не странных, и что где отзывается, и как причудливо литература напитывается вот этими вот древнейшими архетипическими сюжетами. А за тему отдельное Кате спасибо, действительно безумно интересно. Спасибо. Да, там, конечно, у Анинского очень любопытно, да, он эту силу красоты сравнивает именно с тем, что Настасьюшка берет, и сажает богатыря в карман, да еще вместе с его конем, да, то есть, ну вот, действительно, это такая глобализация, да, метафорическая. Но что здесь, опять же-таки, может быть, прозвучало очень оптимистично, это то, что действительно русский фольклор не представляет финал этой истории, да, как какую-то потенциальную трагедию, да, как какой-то обман и так далее, и так далее, что, безусловно, внушает нам некий жизненный оптимизм, да, вот что можно как-то совместить и силу, и красоту в каком-то едином союзе. Так что, ну, такой, да, действительно, оптимистический финальный расклад. Может быть, у кого-то еще есть комментарии, вопросы к Екатерине? Вот, есть комплимент. Спасибо, Паша. Спасибо еще раз, Екатерина. Я думаю, на эту тему каждый поразмышляет еще не раз и вернется к ней в своих каких-то ассоциациях. Продолжение следует...